Такого не было ни разу. За все 46 лет ваша работа? Да. Ну, у нас один участок, 5 гектаров, даёт 20 тонн гектара. Такого это Виктор Коршунов про урожай. Раньше по тропинкам между яблонями можно было проехать. Сейчас приходится пробираться. Чем они отличаются? Вот эти на рынке вот так сделают. А это природный воск. Это природный воск получается. За счёт чего это яблоко лежит. Влин, как это сразу начинает блестеть. Да. Как натертый. Это вот, знаешь, как польские такие продавались. Да, да, да. Но там же искусственный воск, они специально покрывали. А здесь видишь какой. А здесь сорт такой. Встреча в саду на границе Выгонического и Трубчевского районов. Депутат Сергей Антошин тут не только как председатель комитета, который курирует торговлю в том числе, но и давний поклонник трудов Коршунова. Он помнит, как всё начиналось. Не просто изобилие плодов. Клондайк перспективных сортов и саженцев. Рождественская, Иманд, Антей, Богатырь, Жигулёвская, это вот самое. Практически больше один год, меньше один год. И ещё, например, так, особенно хорошо у нас себя ведут белорусские сорта, кстати говоря. Вот мы работаем с фермерами из города Молодечно, Минской области. Вот. Мы у них взяли порядка 30 сортов. Они все сочные, красивые и вкусные. И хранятся хорошо. Как ты это делаешь? Как ты делаешь эти сорта яблок, которые вот раньше мы польские, румынские, там, аргентинские? А сейчас этого не нужно делать. Сейчас вот такие люди, как наш Коршунова Виктор Владимирович, может любой сорт тебе сделать. Такое восхищение трудами Коршунова – нормальная реакция, если знать урожай этого года. Цифру в сотнях тысяч тонн Виктор Владимирович не озвучивает. Говорит, боюсь глазить. Но это единственное суеверие, которое встречается здесь. Все остальное – исключительно опыт, эксперименты и наука. Погода как раз не повезло. В этом году позже на две недели яблоки созревать стали. Видимо, как Александр Васильевич говорит, технология. Потому что без технологии ни пшеницу, ни картошку, и сад тоже самое. Но технологии защиты сада. Удобрения подбирают российские. Липецк выдает неплохой продукт. Украинская барафоска показывает себя хорошо не первый год. Разновидность сельского хозяйства садоводство подчиняется тем же законам, что и выращивание зерна, картофеля, масличных – это современные технологии защиты растений и удобрения. Собирать яблоки стали неделю назад. Самое главное сейчас – сохранить урожай. Особых помещений с вентиляцией и объемами в УТАХ нет. Зовут в помощь бизнесменов. Продъезжают предприниматели. Ну, хотелось бы больше, чтобы приезжали. Ну, сюжет увидят у вас, может, посмотрят и приедут. Мы можем разговаривать с нашими местными сетями, потому что разговаривать с сетями федерального уровня – это всегда очень проблематично. Хотя Грибанов Борис Иванович буквально несколько месяцев назад проводил совещание, где Александр Васильевич Богомас присутствовал. Это распределительный центр «Пятерочки», который построили у нас в Брянском районе. Поэтому, я думаю, мы к Борису Ивановичу обратимся, чтобы на этот распределительный центр мы зашли со своей продукцией, со своими вотими прекрасными яблоками чистыми, натуральными. Я думаю, он нас поддержит, и Коршунову Виктору Владимировичу это будет такой большой рынок сбыта, потому что это одна из самых крупных сетей, и губернатор Александр Васильевич Богомас всегда ставит в приоритете местных производителей. А Коршунов – это местный производитель. Яблочко местное, экологичное, демократичное, а с теми, кто приедет в Уты, Виктор Коршунов поделится байками. Их у самобытного хозяина садов целое множество. Мы в свое время с моим учителем, покойным казаковым, академиком, едем в Мичурино-Стабовскую область на совещание, на крупное, министр Гордеев был, и думаем, вот что бы себе на дачу, на участок посадить? Напишем сортов 50, потом вычеркиваем, говорю, его насилище. Вот что мы гадаем? Надо всего три сорта – красные, зеленые и желтые. Замена апельсином и бананом на 100 гектарах в удельных утах окажется не только полезной, вкусной, но и прибыльной. Особенно для тех, кто предприимчив с этим сезонным продуктом. Мария Сергеевна, Виктор Левченков, Алексей Рязанцев. События. Вывенческий район.